Добрый день ваш абрикос бай если не ошибаюсь в названии тысяч километров от Краснодара которого никто с момент посадки не поливал вот такое я получил письмо я так обрадовался ему знаете почему вот это вот странное дело странно государский край никто не поливал я вначале когда-то чисто механические ситуации там причем на море значит он должен постоянно лить дожди и дожди как и шутка а допустим здесь вдруг выясняется что там суховее потом сухие места как мы видим это погодные располагаются и когда я вот это прочитал я приду которого никто с момента посадки не поливал вот это достоинство бая но не просто бая а чего бая ваш абрикос бай вот значит он предназначен для сухих мест ловите информацию не только любой абрикос для сухих мест так ну теперь тяжелый вопрос очень тяжелый значит я получил вот такой отпор от луп вот но я считаю что человек имеет право на такой взгляд мне нравится когда человек вот смотрите вы терять голосографирует сказать тут спорить девчончик не поливал я оказался прав просто видеть вот так вот теперь дальше а вот эти компоненты я всегда рады сказать оппоненты конечно если без этого заскорбление и так сейчас будем делить северю наклоновая по двое я бы перешел весь мир к сожалению весь мир и не зря главное это продуктивность согласен плодоносит на третий-четвертый год яблоки бывают уже если сразу всего метр в длину вот первая задумка сколько яблок сейчас какой-то сейчас аллегорию сейчас сейчас а вот 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 значит якобы средние века среди богословов практиковалась дискуссия и до драки потому что очень важно было знать сколько чертей учиться на конце иглы читала как а совершенно серьезных вещах что такие дискуссии были в расчете и значит их можно было пощупать и даже на конце иглы 1 2 а почему это я не хочу что было сильно грозно во-первых да поэтому я привел такой пример как этот чтобы немножко разъединить обстановку сейчас впереди драка начинается смотрите и так метр длину сколько яблоко месяца в одном метре длину сколько я видел вот клянусь богом я видел если брать уже не количество фотографий или фильмов а количество на них изображенных деревьев вот этих которые как клоновые подой заметьте речь идет о кузове подвоек это небольшие искусственные корни то так и что получается на этом саженец обязательно снизу вот столько голову вот столько обязательно вот он их по телевизору усадьба держит саженец полутора метров и выщипывает эти зеленые побеги от корней это до такой высоты что что он говорит и они умудряются на карликовые яблоны клоновые подвоя это ради карликовых яблонь это карликовые яблонь и разновидность их колновидная яблонь и обязательно штампы вот ну вы можете сами набрать колновидное клоновая яблонь и можете увидеть, что обязательно ещё из этого метра, полметра не работает вообще. Я никогда этого не понимал. У меня работает всё, начиная вот от такого высоты, от земли. Всё работает. Даже если дерево 8, 6, 8, 10 метров. Всё работает. А здесь получается, что метр в длину. И что, это много? И для того, чтобы вот этот метр в длину, полметра из них голого, и садится они на расстоянии. Ладно бы метр только друг от друга. Через 40 сантиметров. И да хоть чёт, я показывал, когда у меня одна яблони дает 30-40 ветер. Попробуйте вы. А большинство это вот таких, как он пишет, плодовое 13-й год. А нихрена в эти 13-й год яблок на них тринет почти. Я приводил десятки разу всего за сотни примеров. Ситем дальше. Плоды крупнее. Согласен. Ну, само собой, что крупнее, это значит товарнее. А для нас датчиков, извините, это фонаря, ещё раз, я работаю на датчик. То есть, вот, ещё не всё сказали. Ситаем дальше. Нет периодичности плодоношения, как у сейцев. Знаете, когда один год даёт 20-30 ветер, конечно, тут уж приходится разводить руками. Но в это время плодоношилось и другое. И так, допустим, даже скромно урожай. 10 ветер. Нет. 20 ветер. Но один 20, другой 0. На следующий год это 20, только в среднем получается 10. Каждый год есть урожай. А вы попробуйте эти 10 ветер соберите вот с этого вот. Вот с этого вот соберите-ка. А вы знаете, что здесь упоминается на второй, третий год? А вы знаете, что на пятый, шестой, седьмой год он перестаёт расти, и у него нет новых образований? А старая изнашивается. Несколько лет плодоносит плодушка. А за ней должна вырасти ещё. Вот так. Ещё. как она расти будет? Корни дальше не растут, сады дальше взрослый не может. Вот с этого клоновой подвой. Вот. Пока ещё счёт на ноль. То есть он своё, я своё. Дальше идёт. Мой козырь в конце. Чтобы вырастить хороший подвой. Сейчас, внимание. Вот когда с натяжкой это плохо. Хорошие подвое семь, сябра негодные на примерку надо три петли. Ну, спасибо хоть за три петли. Хорошо. Я сажал, сажался. Это очень долго. Серьез. То есть долго. Это сколько долго? У меня один год. Я показывал. Это долго? Вот. сеть не бывает на второй, на третий год. Ну, не так уж плохо. Учитывая, что ему растёт теперь не пять-восемь лет, а потом смерть. То есть он уже не нужен. Он уже закончил, карьеру закончил. а в десять раз дольше. Итак, вы сажали долго, но это не значит, что я все мы сажаем долго. Но редко бывает на второй год. А помните, я вот это специально вообще показывал, да? Прививка в пень, вращеб, двухлетку. А вы видели, какие они вырастали? Привитый, да? Вырастает до двух с лишним метров, со скелетом, летом и с цветочными почками. И это касалось не только абрикос, но и слив, яблони. И я показывал, что не буду говорить. Получается, вот это, дорогой оппонент, сажал северцы долго. У меня год. А годный для прививки клон вырастает матричники всего за год. Да. Теперь возьмём его. Я показывал их. Кольец Голькенхен. Так. Если он дикий, то совместимости с культурным не будет. А если он культурный, то рассчитан только на самый южный регион России. Мы же про Россию. Это не Италия, не Испания, не Голландия. Только в самый юг, иначе он просто замёрзнет. Можем ли мы, ваш этот, почему бы вам не сказали, что клоновое подвое не весь мир, а весь мир кроме нас, потому что у нас особый климат. Он не заметил, когда плюс становится минусом. Вот он ещё доллар. Идём дальше, ещё не всё. Итак, он вырастает всего за год. У меня Сианис тоже за год. Сианис не... Смотрите, Сианис не даёт преимущества по морозостойкости для полевоя. Если будет минус 40, всё равно вымяжнется и на Сианис проверено. Вот где он живёт, я вот понять не могу. Где он живёт? Вот я уже не раз вот это слово «Волга», «Рюль» видел. То есть он участник на этих самых, как бы, как бы участник наших, вот он далеко и на нас смотрит сейчас, или в записи увидит. «Где он видел, чтобы, мать, под мой не выдержали минус 40?» «Да если бы под мой не выдержали минус 40, я бы должен стрелиться. Что, я бы вам голову морочил?» «Самая же лютая зима, я не знаю, привитая, не замерзая. У меня питомник зимует на морозе, а он же привитый, а это особый случай, приводится. А у вас что написали? Где вы живёте? Почему? Или вы цитируете, сами ничего не растерли, а цитируете тех самых авторов, у которых не было помене таких подбойков, как у меня. Знаете, каких я искал? Нет? Я всё хакаси, красавский край, съездил. Северси даёт преимущество. Вот тут я с вами совершенно не согласен. Главное морозтойко что это приводит. А откуда морозтойко что это приводит? Здесь он у меня королевский приехал из этого. Самая роскошная что-то королевский из Франции, самая лучшая в мире груша. Груша в мире, которая называется этот сам. Плесная красавица из Бельгии. А потом начинается специальная работа, которую вы если вы действительно я уже встречал бы вот это вот. То есть уже пора бы перейти на нашу вверх. Итак, всё вымерзнет. Читай полностью. Сеянец не даёт преимущество промоста для прямых. Если будет минус 40. Всё вымерзнет. И на Сеянце всё проверено. Всё проверено. Всё. Ничего не вымерзает. Самое дорогое в жизни это время. Вот. Мало кто будет тратить. А теперь смотрите как вы натяжку самую главную сделали. А потом ещё мой козырь вот он у меня в кармане. Он уже трепещет. Мало кто будет тратить годы. 3-4 наворачивания Сеянцев. А потом 3-5 лет до начала плотности. Это что что у вас за Сеянцы, которые 4 года надо оборачивать, Коллега, дружище. Это что за Сеянцы такие? За 4 года у меня любой саженец привитый, непривитый становится размером с баню. Мне кажется, вы просто натяжку делали, придумали, как бы, ну не хочется вам верить, что это всё реально, вы не верите, что это в Сибири. Вы хотите, чтобы мы выращивали наклоны подвое? Я что, с ума сошёл? Без меня вся страна заварена. 3-5 лет до начала плотности. Ну тут я согласен, но только не три-четыре-один год, редко два. Посмотрите, как растут промышленные сады. Это красота и порядок. Покажите мне этот сад подвыгатого. Сейчас, минуточку. А вдруг по теме? Он уже заслушается. Здравствуйте. А вы, наверное, не знаете, что сейчас самая середина вебинара моего. И нас слышат сотни людей. Минуточку. А какая у вас тема? У меня тема какая шелковица. Я вас звоню по поводу шелковицы и хотел узнать насчет Черенков. И когда лучше вы сказали, что вы Юлий не Я считаю, смотрите, если это вопрос касается всех, поэтому я не буду вас больше потом поговорим. Ничего. Слушайте сюда. Есть такой волшебник, вот, Алексей Алексей Иванович. Селябинск. Потом напишите мне, я дам его данные. Значит, можете у него купить сразу готовое. Раз. Второе. Он, значит, прекрасно владеет технологией зимнего укоренения. Два. Я даже не пробовал. Знаете, каждому свое. Вот. А я любитель выращивать в середине лета. То есть листья дают фотосинтез, вот, натыкал Черенков, вот, и получается достаточно морозостойкая шелковица. А самое интересное то, что я только сейчас склоновую подбой, яблоня выругает, и меня можно тут же схватить, ааа, ты это самое, и вдруг сам шелковица приваешь. Дело в том, что это совершенно разные вещи, потому что у шелковица нет вариантов, кроме как семечки. У меня говорят, дайте нам семена, дайте. Вырастают дикари. Вот, что есть, то есть. Шелковица это дикари. Я имею ввиду холодную Россию. Раз. Второе. Вы от меня получите, вам придется заплатить за ускоренную пересылку, пока зеленые листья не повяли. Ну, я, конечно, попробую, чтобы вас не повяли. И вы укоренитесь с листьями, и у вас будет шелковица. Или, опять же, к Алексейкам. Вот. Сейчас я вынужден остановить эту тему, потому что у меня вебинар. Понятно. А ты на вопрос и потом по поводу сколько стоит один черенок, как мне выходить? А у меня черенки, это, он будет стоить. Я чуть не угробил эту шелковицу, уже один раз прекратил, многие знают об этом. Рассылал, там уже Алексейка высылал, вот у него успех какой, мои черенки. И дерево почти погибло. Искалечил. До 2 года прекратил, сейчас нарезать буду только исключительно в случае. Зарабатывать надо, 150 или 200 рублей будет стоить ветка. Но эта ветка, а эта ветка это 3-4 черенка укорененных получится у вас, каждая ветка. Ага, ну, нарезаются на куски. Да. А у меня есть это, я бесплатно рассылаю эти. У меня есть статья, называется зеленое черенкование. Специально про притенение, про все, про все. про бутылки, без бутылок не получится. Все, заканчиваем разговор. Вот. Самое главное я успел сказать. Пожалуйста, спасибо. Пожалуйста, до свидания. Спасибо, До свидания. Так, ребята, это тоже нишний был разговор. Слушаем дальше. Итак, получается, что такое 3-4 года наращивание сеанса? Пусть у нас время стекло, мы потратим 10-20 минут, ничего страшного. Почему? Дело в том, что я этот способ знаю с 19 века. В 19 веке я не жил, но в 19 веке были изданы книги в начале 20-го. Специально для Солыпинских переселевцев. Там большой раздел про садоводство. И там еще в другом месте я читал, тоже старина глубокая, якобы делается так, якобы средняя полоса России, где-то места близкие к Мечуринским, вот, и там было так, значит, садятся семена, мне этот способ страшно не понравился, садятся семена, а потом это перешло и в 20 век, и выросли, часть из них еще выращиваются, которые похуже растут, каждый свой характер, каждая семена, те, которые выросли, выкапываются, внимание, за стулья взялись, хорошо взялись, выжаризовцы, не все, есть просто как сказать, друзья, не обязательно меня поддерживать, значит, выкапали, дальше написано отрезать часть корней и посадить снова, теперь опять растут, ясно, плохо растут, бесконечно это, а почему корни отрезали, а чтобы в результате они получились пышные, пышные, и вот еще год-два растет пышный, пышный корень, и уже получается три, а здесь скорее всего раз они плохо растут, может быть и четыре, так вот вот эта технология уважаемых коллегов, Волга, Ривер, вот, уважаемые коллеги, это и есть тот самый способ 19 века, способ железа посадил в идеале, встал на колени, на второй год привил, и еще два-три года, а прививаем мы всегда ветку со взрослого дерева, нет, не со старого, они мало дают, плохо дают ветки, вот такие молодые, но мне еще удивляюсь, почему на абрикосах у меня столько цветочек, почек, это и есть норма, и на следующий год абрикос на третий зацвел, зацвел, если уж не повезло, на четвертый зацвел, заметьте, от семечка до плодоношения три-четыре-четыре года, а вы взяли и решили меня выездил, что это все плохо, как растут промышленные сады, красота, порядок, ну и наконец, мой главный козырь, у меня абрикосы не, ядами не поливаются, даже в питомнике, груши, даже в питомнике, вот, сливы, кроме этих инклодов, даже в питомнике, видите, они обрабатываются ядом, челюсти не обрабатываются, перчики не обрабатываются, скажите, пожалуйста, вот эта красота и порядок, это значит, что значит? Это есть официально признанная цифра по всему миру, 40 обработок, а здесь ни одной, вот он, если только яблони, 1-2, а вы знаете, что такое опрыскивание пожелинного? Это серьёзная тема, поэтому извините, что мы третий час говорим. Ампула, 5 миллилитров, обычно 5, бывает 10, на 10 литров воды в этот поливизатор, не вот этот вот, вот этот, и не этот ранцевый, а вот этот вот, и только появляется тля, и только на яблоках, и только вот первые тлинки, первые вылетли, потом ещё несколько, и вот идёшь, подходишь, только верхушка, вот такое, одно пшик, 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 примерно через полчаса закончился этот всего лишь двух-трёхлитровый баллон, всего лишь, а там ещё пол ведра и больше, и закончил, 500 этих самых саженцев, эти яблоки, ну ещё 200 этих, слив в линклодах, и того 700, пшик, 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 а в ведре ещё половина и даже больше, и вот эта половина даже больше, не пригодилась, разливаешь полиэтиленом бутылкам, и неделю ждут, следующего будет оттли, заканчивается обработка, одна, то есть вторая, третья обработка только закончилась это ведро, и максимум ещё раз ведро, максимум ещё раз вторая вот такая там пол, и это на промышленный питомник, а потом в моём саду вообще даже яблони покрываются оттлилёй, я их не трогаю, ешьте эти самые муравей, плю, пасите, только ради Бога, спасите деревья, и на моих деревьях нет дыр, а нет дыр, они не замерзают на морозе, вот так, а здесь 40 обработок, вот хорошо бы, чтобы он меня всё это выслушал, но самое главное, что когда люди вот такие упертые, он не задумываясь, написал, что 3-4 года надо выращивать подвой, вот, это значит, пользуется наверняка, не может он сам это, зачем ему нахрен 4-4 года, это литературная данная, скорее всего, и зачем, спрашивается, вот, а ведь это было что, а ведь это было, называется, комментарий, это значит, что куча людей посмотрела, и сказала, ну, ел железо, железо, оказывается, что я не прав, когда я ходил, я не exempel, поэтому. Продолжение следует...